Так, здравствуйте. Начинаем сегодня у нас с вами урок. Урок у нас будет с вами сегодня посвящен закреплению знаний, которые вы получили при изучении последовательного и параллельного соединения сопротивлений, а тема нашего урока – смешанное соединение сопротивлений. И не только мы познакомимся с особенностями смешанного соединения сопротивлений, но и, как говорил Аристотель, ум заключается не только в том, чтобы приобрести знания, но и в том, чтобы их как-то приложить. И вот это, наверное, самое интересное. С этим мы с вами познакомимся уже по мере того, как повторим и закрепим то, что мы уже изучили, и то, что мы сегодня узнаем вновь. Значит, урок мы начнем с вами с краткого экспресс-опроса. Значит, опрос будет производиться по группам. Группы у нас будут вот по 4-5 человек. Каждая группа, она у меня здесь называется «команды», сейчас получит вот такой раздаточный материал. Во-первых, первый листочек – это листочек, в котором вы заявите о себе. Значит, вы сейчас выберете командира, капитана, как хотите назовите, и дальше состав вашей команды. Затем на этом же листочке пронумерованы вопросы. Вопросы вы увидите, я вам выдаю вообще по два листочка вот этой таблички. Один листочек, вы заполните оба листочка после того, как ответите вот на эти вопросы. Один листочек оставите у себя, второй листочек отдадите мне. Значит, помимо этих листочков, вы получите, естественно, варианты. Варианты вопросов. Опять-таки, для удобства. Я вам даю по два экземпляра, чтобы вам не в один смотреть. Значит, и вот вы командой обсудите. В отличие от всего того, что было раньше, у вас нет вариантов ответов. Ну, это экспресс-опрос. Это вопросы не настолько глубокие, но, тем не менее, которые позволят вам проявить свои знания. Значит, сейчас я вам раздам вот эти материалы. Пожалуйста, значит, у нас команды будут какие? Вот номер один. Пожалуйста, выбирайте себе лидера, отвечающего, в общем, за работу. Дальше мы подаем команду номер два, команду номер три и команду номер четыре. Пожалуйста, начинайте с того, что дополняйте сразу оба листика. Это у вас немного времени займет. Значит, первым номером это капитан-команда, затем все участники. И далее вы в группах приступаете к работе. Так, значит, два вряжда я вам дала, поэтому можете смотреть не одновременно в один листочек. И, пожалуйста, время примерно отводится 8-10 минут. Я думаю, что больше и вам, наверное, и не потребуется. Так, пожалуйста, обсуждайте. Так, я пока отмечу предыдущих. Так, Балай, Валентина, отсутствует. Доноуха, Фигор, отсутствует. Гречка, Марина, присутствует. Гуринолич, Дашки, присутствует. Диней, Фида, елка, Марина, присутствует. Карзина, Машку, присутствует. Коверния, Валентина, Женщина, Валентина, Женщина, Ленчевская, Вика, Лена, Полина, отсутствует. Так, Илья, Музабека, Паганет, отсутствует. Так, Кулэт, Ваня, присутствует. Илья, Милия, присутствует. Так, Кухов, Евгений, присутствует. Чиревная Катя, присутствует. Чижова Катя, присутствует. Помастерная Мария, отсутствует. Чижова Катя, присутствует. Просьба, как только будете готовы, то, пожалуйста. Так, и еще я хочу сказать, что, пожалуйста, первые ответы должны предусмотреть обоснование этих ответов. На основании чего мы пришли к такому угоду. И, пожалуйста, работаем все командами. Вот я смотрю, что здесь девочки самостоятельно. Пожалуйста, все вместе. Это командная работа. Обсуждайте. Обосновывайте. Обосновывайте. Все должны хорошо представлять, от чего и почему был там такой ответ. Значит, просьба запомнить. Два листика. Два листика. Два листика. Наиболее сложно я подержу последний вопрос, выбрать каких-то размышлений. Как только команда готова, мне, пожалуйста, по одному где беру дайте, а один оставьте у себя. Задание оставьте у себя. Так, и один вы у тебя оставили, если у тебя соответственно, Пожалуйста, время у вас есть. Сейчас поработайте над обоснованием того, что вы мне даете. Все отряды желательно обосновать. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Так, ну, кто-нибудь, капитан, берет на себя. Ну, по закону ООО, то, что ток равен напряжению делить на сопротивление. Дальше мы, так как соединено параллельно и сопротивление у нас равны, подставляем формулу, то есть и умножить на сопротивление, и получаем то, что на третьей мышечке будет самый большой ток. То есть мы говорили, что тройки при параллельном соединении распределяются обратно пропорциональным сопротивлением. Так, хорошо. Ну и последний, давайте, вариант. Значит, что мы здесь посмотрим? Вот, пожалуйста, номер 3, кто обосновывает. Так, пожалуйста. Мы воспользовались законом ОООО, который гласит о том, что напряжение на одно ток умножить на сопротивление, и, следовательно, где сопротивление, да, где меньше сопротивление, там меньше напряжение. Так, никто не хочет добавить. Про сопротивление я поняла. А по поводу тока уточнения, это какой вид соединения? И что мы можем сказать про токи? Токи равны. Токи равны. То есть при одинаковых токах напряжение будет на том участке больше, где меньше. Если, в данном случае, меньше, там и сопротивление меньше. Так, хорошо. И, пожалуйста, верное равенство. Будьте внимательны, верное равенство. Кто еще может? Третье. Третье. Так, третий, кто берется обосновывать? Ну, пожалуйста. После этого соединения, мы, поэтому третий. Так, хорошо. Ну, в общем, справились. Я так посмотрела, что, в общем-то, все абсолютно правильно. У меня здесь есть шаблончик, я следовала ответы, все правильно. Но, тем не менее, я бы хотела, чтобы и капитан команды, и все остальные справедливо распределили оценки. Не все участвовали, поэтому, пожалуйста, я прошу вот на том листочке, который у вас остался, еще второй, ядышком поставить оценку. Я вам даю одну минуточку буквально. Поставьте, пожалуйста, оценку позитива. При согласии всех участвующих. У вас еще остался один вот такой листочек. Выставьте себе. Вот фост и клеточка поставьте оценку. Третий столбик. Третий столбик поставьте, пожалуйста, оценки. Может быть, кто-то постеснялся отвечать, а формина участие, а может быть, кто-то. Вам одновременно, пожалуйста. Так, пожалуйста, одна минутка, и сдайте мне листочки, пожалуйста. Делаем быстро. Так, хорошо. А можно положить на листочке, да? Так, давай, давай. Так, пожалуйста, положите сюда. В конце лопта мы подведем и подведем. Так, хорошо. Так, теперь, пожалуйста. Теперь мы с вами, тем не менее, еще раз сентиматизируем. Итак. Так. Повторим свойства последовательно параллельного соединения сопротивления. Так, что называется последовательным соединением? Пожалуйста, поднимайте руки, быстро в темпе. Что такое последовательное соединение? Как охлитеризовать? Друг за другом. Еще добавка будет какая-то, да? Не образует разветление. Замечательно. Что можно сказать по поводу токов? Торопилась я так. Ну, можно говорить сегодня. Токи равные. Токи одинаковые. Что можно сказать про напряжение? Суммируется. Так. Значит, напряжение на зажимах? Суммируется. Правильно. Сопротивление эквивалентное как определяется? Это 1 плюс 2. Ну, суммия сопротивления. Сумми сопротивления. Замечательно. Хорошо. Итак, вот в основные свойства. Значит, какие? Еще раз. Токи равные. Токи равные. Ну, уже не суммируется. Эквивалентное сопротивление равно сумме. Так, хорошо. Теперь дальше. Дальше у нас эрэквивалентное. Как определить? Вот еще вот такой вопросик. Если сопротивление одинаковое, как вы видите? Их, например, 100. Мы умножаем на 100. Эр умножаем на 100. Да? Совершенно правильно. Не будем суммы писать из там. Так, совершенно правильно. Дальше. Дальше у нас параллельное соединение. Как его охарактеризовать? Самое главное. Напряжение РВ подключается. Вот. Это, да. Напряжение, безусловно, это уже чуть-чуть вперед. Да. Подключается к одной и той же паре точек. Что можно сказать про напряжение, которое получают потребители? Они равны. Они равны. Так, хорошо. Дальше. Что можно сказать про ток? Так, на основании чего? Мироза, потому что не разветляется. Разветляется. И суммируется на основании чего? На основании чего? На основании первого закона Киргоха. На основании первого закона Киргоха. Действительно. Так. Итак, сопротивление, напряжение одинаковое, токи суммируются, эквивалентное определяется? Единица на R1, плюс единица на R2, плюс единица на Rn. И все это не успеем. Так, хорошо. Или для двух потребителей у нас была упрощенная формула, да? Ну, эта формула тоже верна. Так, хорошо. Если у нас одинаковые потребители, сопротивление их одинаковое, то вот замечательная формула, которую вы сегодня пользовались, некоторые, как определить эквивалентное? Допустим, их 100. И все они одинаковые? На количество. Делим на количество. Замечательно. Так. Все, правильно. Теперь, наконец, мы переходим к теме нашего урока. Это смешанное соединение сопротивления. Мы с вами знаем... Присушите, пожалуйста, тему. Мы с вами знаем свойства последовательного, свойства параллельного. И давайте охарактеризуем, что же называется смешанным соединением сопротивления. Где присутствуют последовательные параллельные? Безусловно. Это такой вид соединения, когда присутствуют последовательные и параллельные. Читаем. Смешанное соединение сопротивления называется такое соединение, при котором в электрической цепи есть последовательное и параллельное. И мы с вами рассмотрим пример расчета цепи со смешанным соединением сопротивления. Сегодня, в конце урока, вы получите домашнее задание именно на расчет цепи со смешанным соединением с сопротивлением. Ну, пожалуйста, давайте зарисуем задачу, которую рассмотрим в качестве примера. Пожалуйста, рисуем от руки. На это отводится буквально несколько минут. Я хочу сказать, что я уже посмотрела, да, все сделали правильно. Так, ну здесь. А вот команда номер 3 поставила оценку суровую. А я не поняла команду номер 2. А где у нас оценки? А, оценки были, да? Ну, у меня 2 точки удали. 4, 3, да, все есть, хорошо. Хорошо. Так, вот мы каком-то так. Так, понятно. Так, ну хорошо. Значит, пока вы изображаете цепь, вы уже мысленно ее анализируете. Значит, анализируем мы естественные способы соединения. И анализируем условия. Как вы видите, вам известны все сопротивления. И напряжение У. Это напряжение где? На зажимах. Это общее напряжение, которое подается на всю эту цепь. Скажите, пожалуйста, как вы видите, нам нужно определять, что? Токи и напряжение на каждом из участков. А мы с вами имеем напряжение на зажимах цепи. Можем мы для расчета какого-либо из этих токов использовать это напряжение? Да, мы можем. Не можем. Не можем, конечно, не можем. Потому что это напряжение не приложено ни к какому отдельно взятому сопротивлению. Оно приложено ко всем вместе взятым. И поэтому вход решения будет заключаться в том, что мы с вами должны использовать метод так называемых блоков. То есть мы с вами будем, постепенно заменяя те или иные сопротивления одним эквивалентным, упрощать схему, пока не приведем ее к одному эквивалентному сопротивлению. И только тогда, как вы понимаете, мы можем воспользоваться вот этим данным. Так, смотрим на схему. Все закончили? Да. Закончили, молодцы. Значит, давайте проанализируем. Прежде всего, какой вид соединения мы с вами видим? Последовательное соединение. Какие? Резинторы соединенные последовательные. Р1 и Р2. Р1 и Р2 соединенные последовательные. Это хорошо. Теперь еще мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание, есть ли у нас электрические узлы? Да. Есть. Как они обозначаются? И 1, 2. И 1, 2. Точка. И 1, 2 это что очевидно у нас? Топ. А узлы как обозначаются? Точками. Так, хорошо. Дальше. Так. Значит, мы обозначили точка А, точка Б. Что называется электрическим узлом? Момент восходения тока. Можно так сказать? Так, хорошо. А как еще можно? Момент это что-то временное. Ну, хотя близко. Точка. Точка восходения. Что это такое? Место, говорят? Место разветвления в электрической цепи. Правильно? Или место соединения какого количества проводников? Не менее. Сколько? Трех. Потому что если два проводника, вот они соединены, то между ними нет никакого разветвления. Правильно? Да. Так, хорошо. Значит, мы обозначили узлы и мы сказали, что вот эти два резистора соединены последовательно. Можем заменить одним эквивалентом. Как его посчитать? Сумма. Сумма. Очень хорошо. Посчитали. Дальше что мы видим? Р1, 2 и Р3 соединены параллельно. Эти два соединены параллельно. Правильно? Почему? Потому что у них есть одна пара общих точек. Замечательно. Одна пара общих узлов. Правильно? Да. Как можно посчитать теперь эквивалентное сопротивление этих двух резисторов? По формуле. Да, поскольку мы уже видим, что сопротивления разные, то какую формулу? Ну, Р1, 2 умножить на Р3 и в знаменателе Р1, 2. Произведение на сумму? Да. Получили. Дальше что мы видим? Последовательное соединение. Дальше мы видим? Последовательное соединение. Сплата. И дальше мы можем найти уже? Это эквивалентное. Эквивалентное сопротивление всей цепи. Так? Теперь дальше. Скажите, пожалуйста, что мы можем сказать про токи общие в каждой из этих цепей? Посмотрите. Вот давайте начнем. Так, что такое у меня прошло? Не совсем то. Так. Почему-то так уже сделаем. Значит, посмотрите, пожалуйста. Вот у нас был общий ток. Мы заменили два резистора. Изменился этот ток? Нет. Нет. Потому что мы какими заменялись? Каким сопротивлением заменили? Эквивалентным. Эквивалентным. Совершенно правильно. Дальше. Следующее из дела действия. Опять общий ток не меняется. То есть в каждой цепи общий ток один и тот же. И вот теперь мы с вами получили вот такую цепь. То есть нам известно напряжение, известно эквивалентное сопротивление. Что мы можем определить? Вот из этой схемы напряжение известное, эквивалентное. Вот оно посчитано. Что будем определять? Общий ток. Общий ток. Значит, ну вот это я уже вам сказала, что во всех схемах ток оставался неизменным, поскольку заменялись эквивалентными сопротивлениями. Напряжение на изложимых не изменялось. Так. Вот определили общий ток. Что теперь будем делать дальше? А дальше мы должны возвращаться к предыдущим схемам. Вот посмотрите, пожалуйста. Ток мы определили. Дальше что мы с вами видим? Что в этой схеме протекает тот ток, который мы только что определили. 5 ампер. Правильно? Да. Что можно определить тогда из этой схемы? 4 ампер. Можно определить что? Ток 4. Очень хорошо. Почему будет равен? 4 ампер. 4 ампер. И? Можно определить напряжение на этом участке. У 4 нам тоже нужно. А что еще можем определить? А ток и 1, 2, 3. Чему будет равен? 4 ампер. Тоже такому же, как в этом сопротивлении. Тоже 5. И также мы можем что определить? Напряжение. Напряжение можем определить. Хорошо. Значит так. Ток определили. Так. И теперь давайте напряжение. Как будет определяться напряжение на участке цепи? Ток умножаем на сопротивление. Значит, пожалуйста. Какой ток? Если на этом участке, то, соответственно, мы определяем каким образом? Какой ток? Ну, ток этого участка погромче умножаем на? На это сопротивление. На это сопротивление. Здесь формулу. Давайте прямо. Ну, ток это же участка. Да. Ток. Ну или общий ток можем. Так, определили. Хорошо. Так. Теперь проверка. А что за проверка меня интересует? Посмотрите, пожалуйста. Если мы правильно определили напряжение, вот эти, то как мы можем сопоставить с этим напряжением? Это напряжение задано по условию. Оно должно быть равно сумме. Так, смотрим. Значит, у нас были 30 и 70, а оно было 100. Правильно распределили? Правильно. Так, хорошо. Теперь дальше. Замечательно. Теперь дальше посмотрите, пожалуйста. Значит, мы определили напряжение О1,2,3. Вот между этими точками. Что же мы с вами видим? Мы с вами видим, что к этим двум точкам подключены вот эти два резистора. Правильно? Да, значит, резистор первый, второй получает какое напряжение? 30. И резистор третий? 30. Стало быть, что мы теперь дальше можем определять? Напряжение мы знаем. Что мы дальше будем определить? Можем определить токи в этих ветвях. Как мы будем определять ток И3? Ну, такое. Вот это. О делим на сопротивление. Дальше. Ну, и так же мы найдем, наверное, ток в этой ветви. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, до того, как мы объединили, заменили эквивалентным первый и второй резистор, они были как у нас соединены здесь? Последовательно. Что можно сказать тогда про токи И1 и И2? Что они равны? Они равны и будут равны току И1, И2. Значит, вот мы определили сейчас этот ток. Но до того, как мы объединяли, здесь было два резистора последовательно соединенных, соответственно, токи будут равны. Ну, ток третий вы уже сказали, как определяем. Так, ну и что нам осталось, собственно? Напряжение на участках с сопротивлением R1 и R2. Значит, здесь у нас не будет возвращаться одно сопротивление, здесь у нас было второе сопротивление, ток у нас известен. Правильно? Как будем определять напряжение У1, формулу? Ну, ток И1 на сопротивлении R1. Замечательно. И напряжение на втором участке? Тоже самое. Тоже самое? Так, ну что, все ответы у нас получены. Все мы нашли абсолютно. И все это замечательно. Так, дополнительная задача. Значит, дополнительная задача предлагается вам. Запишите, пожалуйста, эту задачу. Значит, татульки, пожалуйста, тоже. Татульки, пожалуйста, по-русски. ИНТРИГУЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 сегодня мы уже по 500 вольт потому что что мы с вами знаем при последнем соединения или суммируется или может как распределяется между двумя участками если одинаковые а если же и соединить параллельно что получится поскольку по тысяче ну как бы это вот зачем теперь дальше такой метод экономичен применяется на электровозах и установлено много электродвигателей например на электровозе вот такой модели предназначен для работы на линии с напряжением в 3000 вольт установлено 8 тяковых электродвигателей на номинальное напряжение 1500 вольт каждый то есть это максимальное напряжение которое можно подавать на это будет при этом слотим это долго и долго так вот возможно три схемы соединения последовательная параллельная это о чем мы сегодня говорили с вами смешанная картиночку мы сейчас с вами должны внимательно посмотреть не очень она четко же тем не менее на счетом с вами видим мы с вами видим электродвигатель мы с вами видим электровоз и у него как мы посмотрели есть восемь двигателей причем соединены они по два вот эти двое два между собой как последний затем эти два последние эти дальше мы с вами видим вот пантограф да он присоединяется к верхнему проводу и затем двигатели имеют контакт с рельсом напряжение 3000 вольт то есть если все 8 двигатель соединить последовательно как здесь предлагается какое напряжение получит каждый двигатель из последователь ну вот как вы видите последовательность одинаковая какое самое главное величина значит мы должны что сделать ладу разделить мы должны 3000 разделить на количество на количество двигателей потому что напряжение распределяется между ними всеми значит вы 3000 делите на 8 ну уже считать не будем получается по 375 вольт дальше рассматриваем следующее соединение параллельное соединение многовато мы подумаем давайте посмотрим посмотрим как присоединена каждая парочка вот на примере этого да смотрите как у нас присоединение вот идет пантографу и вот к этой линии да и присоединяется к этому рису скажите вот эта парочка какое напряжение получает так же это парочка и это парочка и это какое напряжение по 3000 парочка 3000 но каждый двигатель тысячи пятьсот потому что парочка то получает 3000 но это распределяется между двумя одинаковыми двигателями до 1500 очевидно скорость уже стала побольше ну и последнее соединение нас какое смешанное значит тоже у нас сеть 3000 вольт теперь давайте посмотрим как они соединены вот как вы усматриваете в чем вы усматриваете смешанное соединение давайте время между собой последовательно с этими двумя с этими тоже последовательно получается вот это вот четыре двигателя вот у них да с вами выводы ну и то же самое мы наверное имеем и здесь то есть параллельно что соединяем так две пары по четыре молодцы и у нас получилось с вами какое же напряжение тогда значит у нас получается что вот здесь напряжение какой между этими точками и тысячи и 3000 получают сколько или как соединены последовательно этого учили 750 вольт значит у нас самая большая скорость будет при каком соединение значит у нас было с вами напряжение 375 у нас напряжение было 1500 было напряжение 750 вольт значит ну самая высокая скорость будет ну присоединение параллельно ну вот мы с видите мы конечно мы с вами с этим познакомились видимо наверное приложили знания специалисты таким образом решили важную довольно таки проблему регулирование курсе движения электропоездов трамбайк и так далее так ну теперь давайте посмотрим у нас есть замечательные картинки значит это электровод правда другой модели но тем не менее он приводится в действие от двигателями постоянного тока эти двигатели могут развивать большие пусковые вращающие моменты что конечно очень важно для того чтобы привести массивное сооружение так ну еще я хотела бы вам предложить маленькую задачку составьте пожалуйста схему электрической цепи со смешанным соединением трех ламп и включите 3 амперметра для измерения тока протекающего по каждой лампе у вас три лампы вы делаете смешанное соединение сначала делаете смешанное соединение так мы с вами еще вот очень плохо посмотреть на опыт берете 3 лампы накаливания и соединяете их по килограмм